МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу события в студии прямого эфира Илья Кокарев. Добрый вечер и пока коротко о том, что вы увидите в этом выпуске. К исполнению губернатор проверил, как идут работы по его поручениям в Наровчатском районе. В 21-м году, в общем-то, мы так и планировали. Ну вот, слава богу, в 23-м приступили. Сад памяти. У мемориала Селикса появилось 78 рябин. По одной в честь каждого года со дня Великой Победы. Сам сад памяти, высаженный в этом месте, это неотъемлемая часть поколений и действительно дань уважения. 9 лет лишения свободы. В Пензенском областном суде сегодня вынесли приговор двум убийцам. Первый позвал второго. Тот подошел, взял нож и нанес ему 13 ударов. Но начнем с неприятного сюрприза, который сегодня преподнесла природа. Разгулявшийся на территории региона сильный ветер принес немало неприятностей. Так, на улице Терновского в Пензе под натиском стихии не устоял остановочный павильон. К счастью, в этот момент рядом никого не было. А вот в Кузнецке подобная конструкция обрушилась на припаркованный рядом автомобиль. Еще одна машина пострадала уже в областном центре. На Ульяновской на иномарку обрушилось дерево, которое не выдержало порывов ветра. Синоптики предупреждают, непогода сохранится до выходных. Поэтому жителям рекомендуется быть особо внимательными и осторожными. К другим темам. Сейчас в Пензенской области капитальный ремонт одновременно идет в 16 школах. Еще 5 возводятся с нуля. Выполнение всех запланированных там работ в срок на особом контроле губернатора. Касается это не только сферы образования, но также культуры, как, впрочем, реализации всех нацпроектов и госпрограмм в регионе. Причем речь идет не только о больших объектах, но и о маленьких сельских учреждениях. Как подтверждение, репортаж Елены Моисеевой из Даровчатского района. После возведения этой дороги значительно сократится время в пути из одного района к достопримечательностям другого. Из Спаска до Наровчата ездят не только местные жители, но и туристы. Работы на участке протяженностью больше 8 километров ведутся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». У нас будет соединен и Спаск, с Наровчатом и Абашево. Соответственно, наша жемчужина, скажем, игрушки Абашевской. В 21-м году, в общем-то, мы так и планировали. Ну вот, слава богу, в 23-м приступили. Проверяет губернатор и, как исполняют в Наровчате, госпрограмму развития образования. В местной школе капитальный ремонт проводят с февраля. Стоимость работ – почти 60 миллионов рублей. Начали работу на кровле буквально вчера. Фасад уже отремонтировали, вот у нас подошли, готовили под обложку. Завершить все работы намерены в срок 20 августа, чтобы новый учебный год для 600 ребят начался в модернизированном учреждении. Олег Мельниченко отметил, что сейчас образовательных организаций, которые должны приобрести современный вид, в регионе немало. Мы ремонтные работы начинаем по факту вот только сейчас, в апреле месяце, а сдать мы их должны к 1-м вентября. То есть за очень короткий период времени мы должны завершить капитальный ремонт 16 объектов. Ну и плюс еще объекты, которые идут под текущий ремонт. Их тоже у нас уже десятки. Главный упор, я вижу, нам надо делать сейчас на развитие райцентров. Потому что райцентры – это те опорные точки в районах, вокруг которых вся жизнь, собственно, происходит. А это уже районный центр культурного развития. В здании 1986 года постройки выполнено более половины от запланированного объема работ. На первом этапе заменили электропроводку, отремонтировали входную группу, кровлю. Полностью все это снималось, заново застилалось. Причем подрядчик очень ответственно подошел. Так что частями меняли, когда были дожди, не намочили ничто нигде. То есть полностью все заменили. Сделали окна и фасад сделали в прошлом году. Сейчас производят внутреннюю отделку помещений. Преобразиться они должны до конца октября этого года. В селе Большой Калояр здания Дома культуры заметно меньше. И его ремонт завершился в конце прошлого года. Крыша текла. Почти везде текла. Уже в некоторых стенах появились трещины. Прямо улицу было видно. Но теперь вот у нас здесь очень тепло, красиво. Отопление уже тоже было плохое. Сейчас все, отопление хорошо работает. Дом культуры пользуется большой популярностью у местных жителей. А сейчас на втором этаже собираются и волонтеры, которые отправляют нашим бойцам незаменимые на передовой вещи. Четырнадцать уже отправили. Две доплетаем и четыре у нас в заготовках. В ближайшее время надо будет их закончить. Свечи заливаем, мыло, носилки женщины шьют на дому, под сумки, много чего. Но в основном на что появляется спрос? Ну, одно только могу сказать. Теплые слова благодарности за то, что все это делается. На днях в Большоколаярском ДК готовятся получить звуковую и световую аппаратуру, а также оборудование для сцены. На это учреждение дополнительно получилось выше миллиона рублей. Тем временем в Пензенской области уже начали приводить в порядок автомагистрали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Объектов, где предстоит капитальный ремонт или реконструкция, несколько десятков. В Калышлейском районе работы в самом разгаре. Там применяют так называемую технологию «ресайклинг», когда старое полотно перерабатывают для создания нового, еще более прочного. Александр Маркеев увидел, как это происходит. Апрельский ветер разносит по селу Черкасск белые хлопья, похожие на густую мыльную пену. Их при смешивании с водой образует модифицирующая добавка «Стабилат». Ее используют для повышения технологических свойств грунтов. Активные вещества придают основанию дорожного покрытия, прочность и морозостойкость понижают теплопроводность. На дороге присутствовались сетка трещин, пучинообразование. И просто ремонт верхнего дорожной одежды не спас бы дорогу. Это было бы недолговечно. А ресайклер, стабилизация грунтов, дорожная одежда прослужит дольше. Не всем дорогам это нужно. То есть где-то есть хорошие грунты, хорошие основания. После того, как смесь готова, спецтехника выстраивается на нужном участке в колонну в определенной последовательности. В сцепке свода поливальной машины идет многотонный ресайклер. Он буквально выгрызает старое основание дорожного полотна, оставляя за собой шероховатую поверхность для укладки нового слоя. Чтобы смесь не застыла, ее сразу же разравнивает каток. В дальнейшем на полученное прочное основание рабочие уложат два слоя асфальта. По такой технологии в Калышлейском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 26 километров полотна, соединяющего райцентр с селом Колтовским. «Пока делаем только 10. В этом году планируем начать первый участок. Не то, что планируем, а начнем первый участок. Он уже проторгованный у нас. Определен подрядчик. Начало строительно-монтажных работ 25 апреля. То есть объект переходящий, но планируем закончить весь объект в этом году». Также в этом году в рамках нацпроекта в Калышлейском районе отремонтируют дорогу от рабочего поселка до села Красная Горка. Всего на сегодняшний день в списке более двух десятков участков по всему региону, но их число может увеличиться. «По дереву в честь каждого героя». В Пензенской области сегодня стартовала всероссийская акция «Сад памяти». Первой точкой стал мемориал Селикса – территории, где формировали бригады и откуда отправляли на фронт солдат во время Великой Отечественной войны. Алексей Павлов был среди участников памятного мероприятия. Никита Стюшин сажает дерево впервые. Для 15-летнего юноши задача эта несложная и даже, как сам считает, почетная. Как говорится, надо посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Можно считать, что дерево уже посадил, ведь тем более в таком памятном месте. Я считаю то, что каждый гражданин Российской Федерации обязан хотя бы в общих чертах знать историю своей страны и малой родины. Здесь же в годы Великой Отечественной войны собирались, формировались наши дивизии и отправлялись уже отсюда на фронт. Сам мемориал, сам Сад памяти, высаженный в этом месте, это неотъемлемая часть поколений и действительно дань уважения, потому что люди приезжают сюда, люди узнают историю. Деревья высаживали ученики кадетской школы, волонтеры боевого братства, представители региональной организации «Солдатская мать» и участники специальной военной операции. Очень почетно и очень важно для нашей страны, для воспитания нашей молодежи, потому что наши деды ковали победу в своей жизни, в своей здоровье. И мы, как их внуки, правнуки, дети, должны чтить их память. И самое малое, что мы можем сделать, это высадить эти деревья, которые дадут жизнь, потому что дерево, оно дает жизнь кислороду человеку. Всероссийская акция «Сад памяти» проходит в четвертый раз. В ее рамках по всей стране в этом году посадят 27 миллионов деревьев. У мемориала «Селикса» появилось 78 рябин, по одной в честь каждого года со дня Великой Победы. И, конечно, в наших новых условиях, в память о ребятах, которые погибли, защищая нашу родину, в ходе специальной военной операции. Они так же, как наши деды и прадеды, встали на защиту нашей великой страны, нашего суверенитета, на защиту всего, что для нас свято и дорого. Сегодня я посажу дерево в память о моем сыне Никите. Наши мамы посадят деревья в память о своих сыновьях. Мемориал «Селикса» стал только первой точкой в Пензенской области, где посадили деревья в память о героях. Акция продлится в регионе до 22 июня. 22 апреля в Пензенской области официально стартует дачный сезон. Для того, чтобы доставить людей до их участков, будет действовать около 20 маршрутов. Сейчас автобусы уже проходят подготовку к выходу на линию. В гараже одной из пассажирских компаний побывала и наша съемочная группа. Чуть больше недели остается до того момента, когда пензенцы отправятся на свои приусадебные участки. 22 апреля в нашем регионе стартует дачный сезон. Количество маршрутов останется таким же, как и в прошлом году. 19. Не поменялась и стоимость проезда. Как отмечают представители транспортных компаний, они постараются сделать автобусы максимально удобными для пассажиров. С учетом того, что большинство из них – пенсионеры. Дачные автобусы мы постараемся подобрать такие, чтобы они были оборудованы площадками для маломобильных групп граждан или для перевозки не опасных, но достаточно крупногабаритных грузов, тележки, мешки. То есть постараемся подготовить дачные автобусы именно для транспорта целевого назначения, а не просто случайные. Сейчас автобусы готовят к летней эксплуатации. Причем касается это и машин, задействованных на дачных маршрутах, и тех, которые курсируют по городу. В группе компаний «Дилижанс» делать это начали еще в начале весны, чтобы соблюсти все требования безопасности. Проверяют исправность всех механизмов. Большое внимание уделяют системе вентиляции, чтобы в жаркую погоду люди чувствовали себя комфортно. Учитывая, что в летний период времени больше пассажиров у нас с ограниченными возможностями, в том числе на всех маршрутах и на всем транспорте, где такая возможность есть, мы будем приводить в порядок те места, которые предназначены именно для перевозки маломобильных групп граждан. Подготовка к летней эксплуатации автобусов завершится в ближайшие дни. До 22 апреля в Пензенской области действует месячник по благоустройству. В его рамках каждую пятницу организуют уборку той или иной крупной территории. Так сегодня в порядок приводили городские кладбища, расположенные вдоль улиц Мира и Захарова. Ведь многие захоронения там заброшены. 30-литровый мусорный пакет наполняется буквально за пару минут. С территории русско-польского погоста добровольцы убирают сухую листву и мусор. Принять участие в санитарной пятнице помимо сотрудников службы городских кладбищ вызвались представители администрации Ленинского района, а также студенты музыкального колледжа. Пару у меня в принципе и сегодня нету утром, и вот я решил тоже помочь. Граблю, ну мы берем их, когда надо убраться, там помочь куда-то съездить или еще что-нибудь. На уборку вышли около двух десятков человек. Вверенный им участок привели в порядок за 40 минут. Не помешала даже испортившаяся погода. Пришли на уборку территории. Так как постоянно проводится месячник, нужно убирать. Люди скоро будут радоваться. Люди придут на кладбище. В своем колледже, естественно, на территорию мы выбираемся каждый день. Мы поддерживаем всегда там чистоту. Ну а сегодня по приглашению, по звонку, по приглашению Ленинской администрации мы прибыли сюда со студентами в количестве 10 человек, чтобы помочь, чтобы убрать, чтобы подготовить, так сказать, к Пасхе, чтобы люди приходили в чистоту. И чтобы, конечно, посильный вклад внести и почистить территорию. За хранение тут уже не проводится и видно, что и к существующим мало кто ходит. Поэтому порядок поддерживается исключительно силами муниципальных служб и неравнодушных пензенцев. Так, в прошлом году здесь занимались опиловкой поваленных деревьев и начали менять забор. На русско-польском кладбище покоится немало католиков. Представители этой религии оказывают содействие в благоустройстве погоста. Поддерживать порядок на могилах призывают и всех жителей региона. К сожалению, то, что иногда люди приходят только на равницу и начинаются убираться в могилы. Конечно, чего-то, конечно, не приветствуется. Было бы хорошо, чтобы до праздников, конечно, было бы хорошо, чтобы до такой событий совершать некую уборку даже к своим могилам, укаживать для тех близких. Потому что мы забываем о том, что это место, где захоронены наши друзья, наши близкие, наши родные, и это тоже является то место, святое для нас. На Пасху к обеспечению правопорядка также будут привлечены и представители общественных объединений, в том числе и бойцы сводного молодежного отряда «Содействие полиции Тигр». Лучших сегодня собрали в правительстве региона на подведение первых итогов деятельности подразделения. Напомню, оно существует в Пензенской области с конца прошлого года. О том, каких результатов уже удалось достичь и о планах на будущее движение, в следующем сюжете. Этих ребят сотрудники силовых структур региона называют своими главными помощниками. На протяжении трех месяцев бойцы отряда «Тигр» регулярно выходили на дежурство совместно с представителями ГИБДД, МЧС и патрульно-постовой службы. И далеко не всегда это просто профилактические рейды или патрулирование улиц. При участии молодых людей стражами порядка пресечено совершение десяти преступлений. И зафиксировано более пятисот административных правонарушений. За январь-март осуществлено 2864 выхода. Это в среднем семь с половиной выходов на одного человека. Наибольшее количество выходов было осуществлено в Октябрьском районе города Пензе. Это 580. В структуре отряда создано восемь районных подразделений. Семь рот, один взвод, 15 взводов в ротах и 36 отделений. Отряд «Тигр», созданный в конце прошлого года, сейчас состоит из 400 человек. Отчет о первых результатах работы подразделения внимательно слушает губернатор. Олег Мельниченко отмечает, что программа обучения ребят должна быть максимально разнообразной. В частности, нужен упор на спецподготовку, в том числе с привлечением к занятиям бойцов СОБРа. Надо понимать, что образовательная программа должна построена быть уровнем способа. То есть одно и то же из года в год, как бы из месяца в месяц, это только профанация образовательной программы. И те, кто пошли в базовый уровень, дальше должны уходить на более серьезные вещи. Главное, чтобы это было все интересно и познавательно. Сейчас в регионе разрабатывают программу летних полевых сборов для действующих бойцов «Тигра». Параллельно в подразделении идет набор новичков. Как правило, это студенты среднеспециальных учебных учреждений. В планах до конца года увеличить численность отрядов двое, то есть до 800 человек. У вас в жизни все это останется. И навыки, и все, что вы тут приобретете. Самая главная работа над самими собой, самовоспитание, самоподготовка, навыки самоподготовки. И, в общем-то, осознание того, что многое в этой жизни, в том числе и безопасность все общества и государства, зависит от нас самих. В завершении встречи в областном правительстве губернатор вручил благодарности родителям наиболее отличившихся бойцов «Тигра». А вот сотрудникам госавтоинспекции пришлось устраивать погоню за автолюбителем. Внимание инспекторов он привлек на улице Экспериментальной в Пензе. Мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения. Когда полицейские попросили его остановиться, проигнорировал их требования и попытался скрыться. Продолжено движение, осуществляя выезд на сторону дороги, предназначенный для движения встречных транспортных средств. В результате преследования водитель автомобиля был задержан в районном поселке Шамышейка, Пензенской области. Им оказался житель города Пенза, 1986 года рождения. Задержанный Пензенец отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения. В отношении него было составлено 8 административных материалов. Автомобиль нарушителя марки «Мерседес-Бенз» помещен на специализированную стоянку. В Пензенском областном суде сегодня вынесли приговор двум жителям Бессоновского района. Они поддерживали приятельские отношения, хотя в разное время были женаты на одной даме. Чуть больше года назад они встретились, выпили и не нашли общий язык с соседом. Произошел конфликт. Подробности криминальной истории у нашего корреспондента Алексея Кошлева. Чрезмерное употребление горячительных напитков привело этих мужчин на скамью подсудимых. В доме одного из них в селе Черткове Бессоновского района в марте 2022-го товарищи организовали застолье. Затем к мужчинам присоединился сосед, который спустя время захотел забрать себе чужой телевизор. На данной почве произошел у них конфликт словесный, в ходе которого один из привлекаемых лиц взял нож, нанес ему два удара в спину, позвал на помощь второго фигуранта, который, придя, забрал нож. Поскольку потерпевший пытался оказать сопротивление после нанесения ему двух ударов в спину, соответственно, первый позвал второго, тот подошел, взял нож и нанес ему 13 ударов ударных и режущих в область шеи. Мужчина скончался на месте. Затем нетрезвые друзья помылись, переоделись в чистую одежду, выпили еще и вытащили тело на террасу. После чего приятели расстались. Хозяин жилища остался дома, лег спать. Приятель ушел к себе домой. Утром следующего дня к обвиняемому зашел сосед и, увидев тело погибшего, он инициировал передачу сообщения о происходящем в органы полиции. Злоумышленников быстро задержали оперативники УМВД. Интересно то, что товарищи были женаты на одной даме в разное время. Признать Куприянова Анатолия Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренном пунктом Ж, часть 2 статьи 105 УК РФ, и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Признать Головина Сергея Геннадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренном пунктом Ж, часть 2 статьи 105 УК РФ, и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Его можно обжаловать в течение 15 суток. На очереди у нас короткая реклама, после чего мы снова вернемся в студию и продолжим. Оставайтесь на экспрессе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова трудовых коллективов. Петр Голубев следил за ходом этих состязаний. На старт! По команде судьи пловцы отправляются на дистанцию. Уровень подготовки у всех разный, поэтому и скорость у каждого своя. Но объединяет их то, что все они не профессионалы. Для участников городской спартакиады трудовых коллективов это хобби. Тренируются они в свободное от работы время. Любовь к плаванию у меня началась со школьной сканды. Я занималась плаванием профессионально. В данный момент плаванием профессионально занимается мой сын. В свободное от работы время мы всей семьей посещаем бассейн для поддержания физической формы и боевого духа. В этом году за победу в спартакиаде боролись 18 команд. Женщинам предстояло проплыть 25 метров. Протяженность дистанции у мужчин вдвое больше. Ну а закрывала программу соревнований смешанная эстафета. В спартакиаде принимают участие как трудовые коллективы предприятий, также врачи из больниц и силовые структуры. Я думаю, что это очень объединяет. И каждым годом все больше и больше команд участвуют в соревнованиях. Пока это все новости. Желаю вам хорошего вечера и до встречи в следующих выпусках программы «События». Завтра на западе Пензенской области ясно. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2 градуса. Днем плюс 7, плюс 8. В восточных районах Пензенской области аналогичная погода. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, минус 5. Днем плюс 7, плюс 8 градусов. В Пензе ясно. Температура воздуха ночью минус 2 градуса. Днем в областном центре до 8 тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. В преддверии Пасхи, пожалуй, ни один стол не обходится без рыбных деликатесов. Из своей двери павильон «Икра и рыба Камчатская» открывает с 10 апреля в Пензе свежим уловом прямо с Камчатки. Здесь представлено более 35 видов рыб, в том числе благородных пород палтус, белорыбеца, нерка, чавыча, тунец. Коронный продукт среди камчатского улова, конечно же, чавыча. И, конечно, куда без свежей, зернистой красной икры. Мы ждем вас до 16 апреля включительно. Уличная площадка торгово-ярмарочного комплекса «Красные холмы».